Сейчас на дворе 2014 год. 14 лет, как начался новый век и новое тысячелетие. 14 лет, как ушел в отставку с поста президента России Борис Ельцин, вслед за которым ушла и эпоха 90-х, а вместе с ней и мое детство. Можно долго говорить и спорить по поводу того, чем же так уникально было то десятилетие, которое мы зовем 90-ми. И еще дольше можно говорить о том, что и в какую сторону с тех пор изменилось. За все эти годы, начиная с 1990-го, Россия менялась несколько раз. Менялись устои, менялись приоритеты, менялось общество, менялся стиль жизни. Тогдашние дети росли, играли в игры, смотрели телевизор, ходили в школу. А после школы каждый божий день играли в футбол в тысячах дворов под окнами домов. Вот и здесь тоже. Мы с вами росли, и вот так незаметно и выросли. И только теперь понимаем, какое уникальное это было время. И знаете чем? Оно было уникально именно тем, каким виделось нам, тогдашним детям. Каким оно запомнилось именно нам с вами. Почему мы так часто вспоминаем об этом? И порой даже до дрожи в сердце. Потому что мы видели все лучшее из того, что окружало нас тогда. Мы не видели танков у Белого дома, но мы видели танки у штаба с Орлом. Мы не видели войны в Чечне, но мы видели войну гоботов. Мы не видели дефолты остановившихся заводов, но мы видели Сергея Супонева и Поле чудес. Вместо денег у нас были фишки Mortal Kombat. Вместо газет комиксы про Минки Мауса. Вместо кошек и собак у нас были там агочи. И все мы прекрасно знали, что нет судьбы, кроме той, которую творим мы. Это все осталось в прошлом. Но это не значит, что этого не осталось в нас. И сейчас, я думаю, самое время напомнить об этом. Если при нынешней жизни это удается сделать не каждому, то давайте попробуем сделать это вместе. Сегодня я приглашаю вас с собой. Обратно. В 90-е. Субтитры сделал DimaTorzok Прошло 20 с лишним лет с тех пор, как великая сверхдержава СССР перестала существовать, и на ее месте возникло множество независимых государств, самой крупной из которых стала Россия. Новая Россия. Тогда открылось огромное множество дверей. Рухнул заржавелый железный занавес, и слово «свобода» для большинства людей впервые начало что-то значить. Но мы с вами будем говорить не об этом. В 1990 году началось новое десятилетие. В 1991 году двери в это десятилетие распахнулись. Именно тогда начались те самые 90-е. Время колоссальных перемен, сбывшихся, несбывшихся надежд, время веры в светлое будущее, запомнившееся одним, как самое тяжелое время для нашей молодой страны, а другим, как самое лучшее, что было в их молодых жизнях. Что же такого лучшего было в наших молодых жизнях? На этот вопрос на никто не ответит, кроме нас самих. И я думаю, что одни из нас скажут, что лучшим было это. Другие, что это. Третьи скажут, что это. А кто-то скажет, что это. И все в академии будут правы. Потому что именно все это окружало нас тогда. И мы жили всем этим. И не могли представить свой день без какой-нибудь из этих вещей. Будь то любимая игрушка, книжка или телепрограмма. Но разумеется, как и у всех детей, у нас были и неотъемлемые вне домашние развлечения, не менее любимые. Например, бесконечные игры в футбол на площадке перед домом. Постоянное гуляние на улице с утра до ночи. Катание на веренках, стейтах и санках. Поездки за город, в деревню, на море, в летние лагеря. Постоянное лазание по деревьям, горки и карусели. Взрывание петард и дымовух. Казаки-разбойники, прятки, вышибалы. И еще до хрена всего другого, чего мы только могли придумать. Ведь мы всегда постоянно что-то придумывали. Однако все эти занятия не имеют как таковой связи с каким-то определенным общим отрезком времени. И как мы любили все это в своем детстве, так и нынешние дети, я думаю, сейчас продолжают делать то же самое. Когда они сидят за компьютером. Блин, а ведь вместе с этим было и так много всего, чего сейчас уже нет. И не будет. Потому что время, подарившее нам эти радости, с уходом забрало их с собой. Было так много вещей, которые стремительно вошли в нашу жизнь в тот самый момент смены красного флага на триколор. И оттого они тоже стали некой частью нашей новой страны. А благодаря тому, что нам с вами посчастливилось родиться и жить в этот момент, будучи детьми, а нашим родителям приходилось работать в поте лица, ограждая нас от экономического коллапса, мы с вами наблюдали во всем этом многообразии только одно. Непрерывный, с каждым днем повышающийся и бесконечно срывающий башню кайф. Девять кубиков, девять букв. Вот они перед вами. Вот вы помните такие моменты, когда просто включив телевизор посреди дня и переключая каналы, практически на каждом из них увидели то, что моментально приковывало взгляд и хотелось обязательно досмотреть до конца. Вот на каждом. Будь то фильм, мультик, какая-нибудь передача, сериал, клип или даже простая реклама. Вот почему смотреть телевизор всегда было нашим основным занятием? Потому что мы были детьми, да ну фигня. Ведь каждый день у телевизора собирали все семьёй, смотрели все, от мала до велика. Потому что это было ново. Да, не считая огромного процента показов зарубежных передач, которых у нас засели, не видели. На нашем постсоветском ТВ только-только начинал развиваться такой жанр, как шоу. И, конечно, это было всем интересно. Но на самом деле это был просто вот тот уникальный момент, когда всё сошлось одно к одному. Когда взрослые хотели смотреть интересные фильмы, сидя у себя дома, на диване, совершенно свободно и в удобное для себя время. Когда дети, придя домой из школы, хотели смотреть муртинги, красочные, динамичные, фантастические, про настоящих героев или невиданные миры. И когда молодые, талантливые авторы и журналисты, работающие на телевидении, получили так и долгожданную возможность сделать его танким, каким все хотели его видеть. Это было то время, когда телевидение ещё не было ориентировано на тотальное зашибание бабла. Время, когда наши новоявленные продюсеры ещё не сунули свои вонючие носы на французскую землю, испоганив самую великолепную по атмосфере передачу 90-х. Время, когда сетка вещаний ещё не делилась по возрастам, и для детей показывали передач не меньше, чем для взрослых. И, наконец, время, когда под натиском чудовищной инфляции в стране и практически не имея дохода, на нашем телевидении создавались настоящие шедевры, которые по своей полезности, оригинальности и информативности с лёгкостью дадут фору всем современным программам. Но, в первую очередь, это было наше детство. Ради чего мы прибегали с улицы с точностью до минуты? Ради чего мы просыпались в выходные с утра пораньше? Ради чего мы убегали с уроков? Вот вы вспомните, как вы каждый день бежали домой по полтора километра из школы, как придя, кидали на пол рюкзак, не успев раздеться, но зато успев взглянуть на часы в комнате, чтобы удостовериться, что есть ещё пара минут. И едва, склинув кроссовки, вы уже у цели. И, видите, Тора ничего давали весь этот кросс по улицам. Заставку любимого мультсериала. Мультсериалы. Мультинки. Первая наша радость в телевидении 90-х, вскоре разнообразная, столь и незабываемая. Вот она. Самая первая заставка телепрограммы Walt Disney представляет, которая появилась на наших экранах 1 января 1991 года и открыла собой целую эпоху зарубежных мультфильмов в нашей стране. Никогда прежде до сего момента на отечественное, а тогда ещё советское телевидение, не допускалось такого обилия западной мультипликационной продукции, как целых 45 минут в неделю. За исключением тех редких дней, когда ЦТ устраивала какую-нибудь неделю английского телевидения, где иногда можно было видеть что-нибудь из иностранных мультиков. Например, Скуби-Ду. С приходом перестройки в конце 80-х появилась гласность, и под её натиском со временем ушла такая жёсткая цензура на ТВ, позволившая, наконец, регулярно показывать шедевры западной мультипликации, первыми из которых, разумеется, стали произведения студий Дисней. Первые увиденные нами телевизионные анимационные шоу, первооткрыватели жанра на территории СССР, мультсериалы, которые сейчас знает каждый. В первый день 91-го года мы впервые увидели их. Это были утиные истории, и Чипо Дейл спешат на помощь. Это был настоящий прорыв. По качеству анимации, по музыкальной составляющей, по размаху, ничего подобного на нашем телевидении до сих пор ещё не было. Это разительно отличалось от всего, что мог увидеть в 90-м годам обделённый советский зритель. Ведь что он мог увидеть? Из зарубежного, максимум, австралийского Вилли Фога 70-х годов, который совершенно необъяснимым образом удостоился чести быть дублированным и показанным в СССР почти даже целиком. А в остальном, нашим доставались лишь какие-нибудь польские мультингрепроборинка, лёрика или что-нибудь наподобие из той же касты мультипликационной продукции стран бывшего соцлагеря. Всем, кто не обладал такой роскошью, как видеомагнитофон, оставалось надеяться только на телевидение. Именно поэтому воскресную программу Walt Disney представляет в 91-м смотрели зрители абсолютно всех возрастов. И для подавляющего большинства взрослых это было чрезвычайно ново. А вот для нас, то есть тех, кто родился на рубеже 80-х и 90-х, и кто ещё не успел почувствовать себя обделённым в этой области, эти мультингреди сразу стали неотъемлемой частью нашей жизни. Ибо они были одними из первых мультфильмов, которые мы видели в жизни вообще. И потому сразу задали нашим взглядом и вкусом очень достойную планку. Куда мы направляемся? В Ной-Гегию. Это на краю Скандинавии. Думаешь, ты сможешь отыскать дорогу? Элементарно, мистер Магди. Я уверен в себе так же, как вы во мне. А? Ну-ну. Зигзаг, а как у нас с горючим? Будьте спокойны, мистер Магди. Где-нибудь остановимся, заправимся. Но мы ведь над океаном. И всё же мы где-нибудь приземлимся. Так вот, телепрограмма Walt Disney представляет выходила в эфир каждое воскресенье в 6 часов вечера, начиная с 1 января 91-го. Первым в блоке всегда шел мультсериал DuckTales, Утиные истории. А завершала программу очередная серия про бурундучков-спасателей, Чип и Дейл спешат на помощь. Пересказывать их сюжет, я думаю, не имеет смысла, так как он и так наверняка известен всем, кто смотрит наш фильм. Зато далеко не всем известно, что при переводе на русский язык имена некоторых героев были в корне изменены. Например, в мультсериале Утиные истории имена трёх племянников Скруджа, Билли, Вилли и Дилли, на самом деле выдуманы нашими переводчиками. Так как в оригинале их зовут Луи, Дьюи и... Кхм... Хьюи. И, видимо, как раз последнее имя чем-то не устроило наших дотошных цензоров. И вот если бы они тогда не решили их заменить, то мы бы и сейчас называли этих утят не иначе, как Луи, Дьюи, Хьюи. А вот в Чипе и Дилли сохранением имени не повезло одному из спасателей, Рокки, так как его полная форма, Рокфор, это тоже вариант исключительно советский. Настоящее имя этого персонажа, Монти, от полного Монтерей Джек, что является названием сорта сыра, широко известного в Америке, но практически неизвестного в СССР. Поэтому для наших обывателей выбрали сыр Рокфор, соответственно, Рокки. И вот, после фурора, вызванного у советских зрителей этими двумя диснеевскими мультфильмами, мультипликационную плотину на телевидении, что называется, прорвало. Один за другим в телесетке первой программы стали стремительно появляться все новые и новые мультсериалы со всего мира. Канадские геноты, немецкая пчела Майя, французский дракулитов Ампирионыш, Сонный камень, Денвер последний из динозавров, Бамси, Пиф и Геркулес. А 1 января 92-го года, когда СССР уже и вовсе не существовало, спасатели и Макдака в программе World Disney представляет сменили новые герои. Мишка Гами и летчики из мультфильма «Чудеса на виражах». И тех, и других мы с вами обожали, а Миша Гами с тех пор, к сожалению, больше не видели. Тем временем, с распадом СССР и с приходом капитализма, на телевидении стали появляться новые независимые телеканалы, такие как ТВ-6, НТВ, Дважды Два. И не желая отставать от остальных центральных, они тоже разнообразили телесетку зарубежными мультфильмами. На ТВ-6 первыми были Баксбани и его друзья, команда Терекс, мышь и рокеры с Марса. На НТВ семейка Флинстоун, полицейская академия и динозаврик по имени Динг. А вот что касается появления мультфильмов на дважды два, то тут не совсем верно, так как формально телеканал существовал еще с 1989 года, когда он носил гордое знамя первого коммерческого телеканала в стране. Но мультсериалы на нем начали показывать только с 92-го, когда в их сценке появились программы британского канала Super Channel. И первыми среди них были такие новеллы, как Макрон 1, Космический рыцарь и Звездные шерифы, Дартангаф и Трипса Мушкетера, Волтрон, Вокруг света с Вилли Фогом, кстати, который уже испанский. А начиная с 93-го, Спиди Гонщик, Мой Маленький Пони, Роботек, Визионеры, Конан, Кэнди Кэнди, Блатфины, Защитники Камня, Гриндайзер, Неподражаемая Селлар Мун и Неоспоримые Короли Мультивселенной 2х2, Черепашки Ниндзя. Их приключения в России начались 4 сентября 1993 года, когда эта зеленая четверка впервые появилась на наших телеэкранах и сразу же озеленила наши юные сердца. Примечательно то, что в примерном показе нам почему-то не показали серии 2-го и 3-го сезонов мультсериала, перескочив с начальной полнометражки сразу на 4-й сезон, когда технодром уже отправился в измерение Икс. И мы долгое время совершенно не подозревали, что в этом месте было пропущено ни много ни мало, а целых 60 мать твою так серий, многие события из которых естественно являлись ключевыми. Например, знакомство черепашек с Криси Джонсом и Заком, превращение Бакстера Стокмана в муху, появление Крысиного Короля и Кожеголового и еще дофига всего, что оставалось тайной для наших черепаха-фанов аж до самых 2000-х. Но все же были среди нас те немного счастливчики, у кого дома был заветный видак. И вот они смогли увидеть эти пропавшие серии всего 2-3 года спустя, когда небезызвестная видеокомпания Екатеринбург-карт выпустила мультсериал про черепашек на видео. Всего серия насчитывала свыше 30 кассет, не считая переиздания, на которых были представлены почти 100 серий мультика. Однако даже это было не первое официальное издание мультсериала «Черепашки-ниндзя» в России. Мало кто сейчас помнит, что еще за год до примерного показа на дважды два, в 1992 году некоторые серии «Черепашек» выходили на видео в паре с таким анимационным героем, как Денвер «Последний динозавр», с благословения видеокомпании «Виста Хом Видео», закупившей эти мультсериалы у французов, после чего дублированных на русский язык. И «Черепаший мультик» на этих кассетах носил весьма оригинальное название. Именно эти копии с первыми сериями «Черепашек-ниндзя» под названием «Рыцари в панцирях» сразу же и просползались на десятки региональных полупиратских телеканалов по всей стране в 1992-1993 годах. И среди них как раз и можно было увидеть некоторые из серий, потерявшихся позднее на дважды два. К сожалению, из тех пор утекло много воды, и сколько именно кассет с черепашками тогда было издано, сейчас уже никто и не вспомнит. МН Дэмс – это шоколад на все случаи жизни. Почему? Ведь это великолепный молочный шоколад, а сверху – разноцветная сахарная глазурь. Но главное – МН Дэмс – это шоколад, который тает во рту, а не в руках. МН Дэмс – молочный шоколад. Тает во рту, а не в руках. Тем временем, на первых двух центральных телеканалах – Останкино и РТР – к середине 90-х уровень разнообразия мультфильмов достигал своего пинка. Каждый день можно было видеть новую серию сразу нескольких сериалов с становившимися все более любимыми героями. Это был рассвет. Это была сказка. Мы не отлипали от телевизора. Начиная с 93-го, когда Уолт Дисней с первой программы переехал на РТР, там только-только начались мега-хитовые «Черный плащ» и «Винни-Пух», которые позже сменились на не менее хитовых чокнутого и Гуффи его команду. На первой же вместо блока Диснея открылся новый блок – «Мультфейерверк», в котором появились заставляющиеся кипятком настоящие охотники за привидениями в паре с Каспером, потом «Кот Феликс» и «Баскетбольная лихорадка». А ведь помимо этого каждый день шли все новые и новые приключения Тедди Ракспина, Тома Сойера, «Война Гоботов», «Топа Джиджо», «Супер Книга», «Вандербит», «Бременские музыканты», а потом «Погонщик и динозавров», «Камень сновидений» и вот же продолжение «Сонного камня». «Чудовищная сила», «Червяк Джим», «Американский хвост», «Город собак», «Космический спасатель лейтенанта Марша», «Розовая пантера», «Компьютерные войны», «Фантом», «Экшн-мен», «Джонни Квест» – это только первые две программы! Это ж было охренеть! А когда появились СТС с РЕН-ТВ, так нас вообще унесло! По СТС вновь запустили Диснея и пошел первый Нинкелодион в лице Арнольда и охушетых деток! А на РЕН-ТВ правил балом Фокс Кидс на пару с наконец добравшимся до нас семейством Симпсонов! И при всем при том, что на РЕН-ТВ тем временем уже взрывал всем мозги наикрутейший Человек-паук! А потом еще и анимационный горец вынес их окончательно! Я уж, конечно, молчу о том, что еще куча мультфильмов выходила на видеокассетах! Многое из того, что шло по ТВ, но и многое, чего на ТВ было не застать! Например, Химэн и принцесса Шира! Или мультсериалы по мотивам фильмов Джима Кэрри, такие как Маска, Тупой еще тупее, или Эсвентура! И это только официальная часть! Не забывайте, что помимо этого была еще уйма пиратскую о видео в одноголосых переводах, которые писали вообще все подряд мультфильмы! Ну и, конечно, нельзя не упомянуть об огромном пласте советской мультипликации, среди которой тоже было немало шедевров, которые мы все очень любили! Того же Кота Леопольда, Ну погоди, Остров Сокровищ, Попугай и Кешу! Вообще об этом можно вспоминать бесконечно! Но вывод напрашивается сам, что эпоха мультфильмов и мультсериалов, пришедшейся на 90-е годы, была невероятно многогранна. Телевидение сверкало многообразием анимации, как благодаря своему собственному рассвету, так и рассвету самой анимации, вышедшей к 90-м годам на небывалый доселе уровень качества. Однако мультсериалы – это только мультсериалы. Не стоит забывать, что помимо анимационных эпопеек было и огромное множество телесериалов, которые с таким же напором хлынули в то время на российской ТВ за рубежа. В отличие от мультсериалов, их основная аудитория варьировалась безгранично, от тех, кто под стол пешком ходил, до тех, кто на этом столе еду готовил. Разумеется, мы с вами наслышаны историями про то, как наши мамы и бабушки смотрели «Рабыню Изауру» и просто «Марию», как переживали, будут ли вместе Крус и Идом в Санта-Барбаре, и как всем рассказывали, что в Россию впервые приезжает Вероника Кастро. Чё говорить, мэрные оперы в 90-х были востребованы как никогда. Но опять-таки, это ведь было наше детство, а мы с вами смотрели совсем другие сериалы, даже несмотря на то, что целевая аудитория половины из них была старше нас в среду только на 10. Но обо всём по порядку. Разницу между тем, что принято называть сериалом и многосерийным фильмом, на российском ТВ в начале 90-х удалось выявить не сразу. Многое из того, что именовалось на Западе телешоу, ситком, экшен, сай-фай, и изначально было ориентировано на разную по возрасту аудиторию, наши зрители начали различать уже задолго после того, как по ТВ прошли показы Санта-Барбары, Твин Пинкса или Элены Ребята. А всё потому, что, как и в случае с первыми диснеевскими мультфильмами, это всё было в новинку для российского телевидения, и потому страшно интересно всем категориям зрителей. Но если говорить конкретно о тех сериалах, которые в те времена больше пользовались популярностью у детей до 16, то, несомненно, первым из таковых на нашем телевидении был «Капитан Пауэр» и «Солдаты будущего». Будучи снятым в 1987 году, впервые он появился на наших экранах пять лет спустя посредством телеканала «Дважды два», транслировавшего его в блоке «Супер Ченнел». К сожалению, сам «Дважды два» транслировался далеко не во всех регионах нашей страны, но те из нас, у кого он был и кто был неравнодушен к футуристической фантастике типа «Терминатора», прекрасно помнят, как сидели в оцепенении у себя дома перед телеком во время показа каждой новой серии. Именно этот сериал первым показал нам, что наличие головокружительных спецэффектов и эпичной атмосферы противостояния возможно не только в крутых блокбастерах вроде «Звёздных войн», но и в телевизионных получасовых новеллах. А если уж говорить об эпичной атмосфере противостояния и о старом «Дважды два», то, разумеется, никак нельзя обойти вниманием ещё один шикарный сериал, показанный по нему в 96-м году и повествующий о приключениях бессмертного воина Дункана Маклауда, величаемого как горец. Также назывался и сам сериал, который, по сути, был продолжением трёх одноимённых полнометражных фильмов с Кристофером Ламбертом в главной роли. По этой причине, кстати, когда сериал немного позже показывали на канале ОРТ, окрестили его там как «Горец 4». Но не суть. Сериал о Маклауде на тот момент был привлекателен прежде всего сюжетом, в центре которого стоял Дункан из клана Маклаудов, сыгранный Эдрианом Полом, участвующий в некой игре «Бессмертных», и на чью долю за 400 лет жизни выпало немало суровых испытаний. Несмотря на общее количество серий свыше сотни, «Горца» легко можно было смотреть, начиная с любой из них, поскольку каждая серия – это отдельный сюжетный эпизод, не шибко связанный с предыдущими. Я думаю, начальную музыку каждого из них вы тоже узнаете, ведь как можно не узнать песню группы Квинн? Вместе со всем этим сериал символизировал твердое проявление героизма и справедливости, но и без этого активно вызывал интерес у всех, у кого на стенах красовались плакаты с изображением ниндзя. Но тема героизма и справедливости в сериалах тоже нас всегда привлекала, тем более тогда, когда она была окружена прекрасно воссозданной фэнтезийной атмосферой. Взять, например, сериал «Удивительные странствия Геракла» и вышедший позже его побратим Зена Королева Воина. С одной стороны, и то, и другое – это мифический экшен, наполненный драками, богами, королями, историей мира и земли, а с другой – ярчайший пример благородства и дружбы с отличной дозировкой здравого юмора и драмы. При этом обе эпопеи грамотно распределяли интерес мужской аудитории – фанбаза Геракла, и женской – фанбаза Зены. Поэтому их с одинаковым интересом смотрели как мальчики, так и девочки. Сначала на канале НТВ, а позже уже и на СТС. Чем еще запомнили сериальные 90-е нашим мальчикам и девочкам? Конечно же, романтическими и молодежными сериалами. Кто из нас не смотрел хотя бы одну серию хитатих времен «Элены Ребята»? Кто из нас не купил хотя бы одну жвачку с их героями на наклейках? Это действительно был самый известный молодежный сериал 90-х. Но на самом деле, ну а что у него было такого? Он был наивен, он был ограничен, и уж, конечно, вряд ли кто мог связать его с реальной студенческой жизнью. Но почему же тогда он был так популярен у себя на родине во Франции, и потом также у нас? Да, наверное, просто потому, что молодежи, которая его смотрела, самой хотелось жить именно такой жизнью, какая показана в сериале. Парням хотелось иметь свой гараж с музыкальной аппаратурой, где можно играть с друзьями рок-музыку. Девушкам встречаться с парнями, не оглядываясь на проблемы с учебой, работой, жильем или с родителями. «Элены Ребята», а точнее перевести «Элен и мальчики», символизировали мечту подрастающего поколения об идеальной студенческой жизни, где на первом плане были взаимоотношения и достаток. А всем прочим жизненным обременением в нём просто не оставалось места. Но так или иначе смотрели его не только подростки, но и те, кто был помладше. Лично я его активно смотрел лет 7-8, и мне он очень нравился. Он действительно был очень хорошо расположен даже для младшей аудитории, так как даже несмотря на то, что в нём затрагивались многие взрослые темы, он был акцентирован исключительно на дружбу и романтику, что обычно воспринималось с детьми весьма легко и безобидно. На это же был акцентирован и другой, ещё более успешный сериал, но уже американский, стартовавший в 1994 году ситком «Друзья». На наших экранах он появился в 1998 году, посему не так сильно ассоциируется с 90-ми, как и Лена Ребята, но без сомнения обыгрывает его по всем статьям. Ибо в нём жизнь молодых людей приобретает уже более реальные чертания, и практически нет тем сопричастных ей, которые в нём бы не затрагивались. Но отнюдь не это главная фишка друзей. Главная фишка друзей – это сами друзья. Шестеро парней и девушек, живущих по соседству друг с другом, у которых разные жизненные ценности, разные профессии, проблемы, взгляды на жизнь, но которые, тем не менее, постоянно вместе общаются, поддерживают, учат и прикалываются, демонстрируя зрителям не идеальную дружбу, а настоящую дружбу, которая подчас перерастает даже в любовь. Недаром одно из рабочих названий сериала было шестеро за одного. Но, как и любая ситуационная комедия, она не может существовать без хорошего юмора. А это как раз вторая половина успеха друзей, ибо их юмор непревзойдённый и прекрасно выделяющий их на фоне других ситкомов того времени. Вот ещё кусочек, который не касался пола. Ищи на своей половине. Не будь мелочным. Что у нас на ужин? Интересное совпадение, что друзья появились в России и стали популярны уже под конец 90-х, начала 2000-х, когда поколение, смотревшее в детстве Капитана Пауэра и Элены Ребята, уже начало постепенно приближаться к совершеннолетнему возрасту и стало более восприимчиво к взрослым темам, на которых как раз и базируется сериал. Без сомнения, можно сказать, что в 10-летнем возрасте удобнее смотреть Элены Ребята, чем друзей, поскольку французские друзья – это ещё студенты, и они весьма деликатны в вопросах взрослой и личной жизни, а вот американские – уже практически семейные люди, и говорят друг с другом абсолютно обо всём. Так что сейчас, принимая во внимание сей факт, я могу отметить, что моему поколению любителей сериалов определённо повезло родиться в этой стране. Так или иначе, помимо ситкомов, романтики и фэнтези, была ещё целая прорва разножанровых сериалов, которых один за другим озвучивали и транслировали центральные каналы российского телевидения. В каждом из жанров были свои жемчужины и свои проходнички, одни из которых запоминались нам на всю жизнь, а другие же уходили в глубокую тень по завершении показа. В итоге, к концу 90-х изобилие разнообразия достигло такого уровня, что сейчас, нередко кто вспоминал о том времени, непременно вспомнит что-то такое, что кроме него мало кто смотрел ещё. Поэтому личные предпочтения здесь явно берут верх над массовым мнением. Хотя его тоже никто не отменял. И также много кто согласится, что, например, из комедийных сериалов он в запой смотрел Альфа и Мистера Бина, из молодёжных Чудеса науки или Беверли Хиллз, из детективных Коломбо и Комиссара Рекса, из фантастических Квантов и Скачёлка или Вавилон 5. Это так. Но если копнуть глубже и попытаться ещё сильнее обобщить, то, судя по большинству опросов на предмет пятёрки лучших и наипопулярнейших сериалов 90-х, на первой позиции вместе с друзьями народ зачастую ставит сериал в секретные материалы. Что совершенно закономерно, ибо это эпохальная новелла Криса Картера, которая во многом заложила фундамент для последующих сериалов в жанрах детектива, триллера, фантастики и мистики. Не буду вам сейчас пересказывать сюжет, поскольку 9 сезонов и показы по всем центральным каналам говорят сами за себя. Однако лично мне в жанре научной фантастикой с элементами мистики больше бы хотелось обратить ваше внимание на другой сериал, который шёл у нас вначале на канале РТР, а позже продолжился на ТВ6, и который, по моему мнению, просто великолепно показал, как можно изучать невиданные, но произошедшие явления явно мистического характера с точки зрения научного подхода. Назывался этот сериал «Псифактор». Канадский сериал «Псифактор», идею которого произвёл на свет создатель охотников за привидениями Дэн Эйкрейд и фигурирующий здесь как ведущий, был запущен в эфир в 1996 году и шёл в течение последующих четырёх лет. Сюжет сериала рассказывал о нескольких учёных, работающих в неком госучреждении ОСАР, так называемом Управлении по научным исследованиям и разработкам, в чьи обязанности входило фиксировать, изучать и при необходимости устранять различные аномальные явления, происходившие на планете. Каждый эпизод базировался на конкретном деле из архива ОСАР, зафиксировавшем какой-либо необъяснимый случай, будь то одержимость, перемещение во времени, фантомные конечности, призраки, спонтанное самовозгорание, телепортации, реинкарнации и прочее и прочее, с чем предстояло столкнуться учёным и попытаться понять и научно объяснить природу этих загадочных явлений. Несмотря на то, что начальный титр каждой серии гласил, что все они основаны на реальных событиях, поверить в это конечно очень сложно. Но несомненно то, что именно такая псевдодокументальная стилистика Псифактора сумела создать ему великолепную и неповторимо таинственную атмосферу, где на первом плане стоял научный анализ конкретно взятого феномена, практически без оглядки на драматургию и рассмотрение самих главных героев. Нас просто ставят перед фактом и мы наблюдаем за развитием ситуации. И это работает именно потому, что мы постоянно осознаём, что художественный очерк каждой истории обязательно нас приведёт к интересному и удивительному выводу. Конечно, по мере продолжительности сериала невозможно было долго обходить стороной такие вещи как личные отношения, учитывая транслическую смерть одного из членов команды в конце первого сезона. Поэтому в последующих концепция несколько изменилась и стала гораздо более походить на пресловутые X-Files, где научные изыскания становились всё более второстепенной темой в угоду личным и политическим разборкам. Но тем не менее, как минимум первые два сезона сериала лично для меня являются эталоном научной фантастинги в области телешоу. Кстати, Псифактор, как и друзья, тоже приобрёл у нас популярность уже на закате 90-х. Первые показы были на РТР в 98-м году, а с 99-го его многократно транслировали по ТВ-6. На тот момент у себя на родине он уже закончился. И мне в этом плане опять же повезло, так как в 10-летнем возрасте смотреть его по ночам на РТР родители мне ещё не разрешали. А вот в начале 2000-х, когда его показывали даже по утрам, я им засматривался и запомнил на всю жизнь. Но так или иначе, этот сериал, как и многие другие похожие на него и не похожие на него, принадлежат именно 90-м. И сколько бы мы ещё не видели их на экране вплоть до наших дней, они в первую очередь всегда будут напоминать нам именно своё время. Когда просто наличие подобных новелл на нашем телевидении ещё можно было назвать явлением, новым и крайне интересным. Ну а теперь пришло время вспомнить наиболее уникальное явление телевидения 90-х, которому мы радовались не менее рьяно, чем сериалом и мультиком. Потому что мы, как и все дети, больше всего любили играть. А ведь именно в 90-х на экранах нашей страны зародилась тенденция воплощения игровых идей, результатом которой явились десятки телеигровых программ, в которых с небывалым энтузиазмом участвовали игроки всех возрастов. Два десятилетия назад на нашем ТВ началось шоу, и первому из них был приписан термин «капитал». ТВ началось шоу, и первому из них был приписан «капитал». Неизменно начинающаяся с такой, ну или почти с такой, умопомрачительной заставкой телекомпании ВИЦ, телеигра «капитал» шоу «Поле чудес» моментально приковывала взгляд телезрителей всей страны каждую пятницу, начиная с 1990 года. Первое отечественное шоу, придуманное талантливым тележурналистом Владиславом Листьевым, отдаленно напоминающее аналог американского колеса «Фортуны», явило собой революционную телеигру на нашем телевидении, в студию которой мечтала попасть вся страна, от мала до велика. Ведь только здесь, на фоне всеобщей разрухи и умирающего СССР, совершенно бесплатно раздавали дорогущие телевизоры, магнитофоны, холодильники и автомобили. А сектор приз на игровом барабане был самым желанным и самым коварным испытанием для игроков. Ведь кто его знает, что там сейчас лежит в этом таинственном черном ящике? В самом начале существования телепроекта его первым ведущим был его же создатель Владислав Листьев, очень хорошо знакомый нашим родителям по телепрограмме «Взгляд» с конца 80-х, автор многих передовых социальных и игровых передач, таких как «Тема» или «Эль-клуб», основатель самой телекомпании «Вид», гвендиректор ОРТ и безвременно ушедший весной 1995 года. Его последним проектом, где он выступал в качестве ведущего, было аналитическое ток-шоу «Час-пик», где он беседовал с именитыми гостями один на один. Программа, в которой мы в том возрасте ни хрена не понимали, но все равно почему-то упорно смотрели. Ибо Листьев сам по себе был невероятно обаятельный и располагающий к себе человек, а это то, что дети улавливают в людях в первую очередь. «Поле чудес» он вел всего лишь год, а в ноябре 1991-го он передал эстафету по ныне бессменному ведущему этой телеигры артисту Леониду Якубовичу. Якубович, поначалу неуверенно вписавшийся в игру, со временем сумел создать новый для наших экранов образ такого залихватского шоумена со свойственным ему азартом, искрометными шутками и, конечно, его неподражаемой рекламной паузой. Рекламная! Ну вы знаете. Из года в год «Поле чудес» было на пике популярности среди игровых программ. И что важно, именно в период 90-х оно было и оставалось в полном смысле этого слова телеигрой, когда на первом плане стояла прежде всего сама игра, а всякие там подарки в музеи, выступления народной самодеятельности и прочее были второстепенны. Нам с вами была важна именно игра. Мы балдели от нее. От игрового барабана с кучей разных секторов, от отгадывания букв, от кульминационной суперигры и от окружающего все это телевизионного блеска игрового шоу. Как это было круто! В 90-х годах у «Поля чудес» был стиль, а всеобщий азарт, голодный до хлеба и зрелищ страны, дополнял его идеально. Но если уж говорить о неповторимом стиле отечественных телеигр в конце 20-го века, то ни одна из них не сравнится по качеству постановки, театрализации, шика и игрового азарта с программой, выходившей на нашем ТВ еще с 70-х. Но именно в 90-х сумевших создать из себя совершенно уникальное явление, сочетающее сверкающий блеск новомодных элитных казино и напряженнейшую интеллектуальную викторину. Благодаря коммерциализации постсоветского телевидения, автор, режиссер-постановщик и ведущий этого телепроекта Владимир Ворошилов сумел воплотить в свою давнюю идею внедрить в созданную им игру деньги и окружив ее просто потрясающей театральной атмосферой, с аторией пиковой дамы, с золотыми горящими канделябрами и очень большими ставками, он создал первое и единственное в нашей стране, да и пожалуй во всем мире, интеллектуальное казино. Поистине элитарный клуб. Что, где, когда. Элитарность и азарт, что, где, когда периода 90-х годов были непоколебимы. Однако признаком элиты среди членов клуба всегда были не кошельки, а интеллект, поскольку именно от интеллекта зависело, насколько тот или иной игрок силен и способен ли он приравняться к элите знатоков. Во все времена самым главным, что, где, когда, было соотношение способностей и неспособностей игроков ответить командными усилиями на случайный вопрос в течение одной минуты. В каждой игре команда из шести знатоков садилась за игровой стол и бросала интеллектуальный вызов телезрителям, вопросы которых зачитывал закадровый судья, он же господин Крупье, он же Владимир Ворошилов. Но в 90-х в элитарный клуб добавился элемент того самого шоу, который в данном случае корректнее расценивать как элемент театральности, нежели показушности. Ведь Ворошилов был театральным постановщиком и сам называл что, где, когда того периода не иначе, как документальным спектаклем. И вот эта точная дозировка той самой театральной зрелищности в угоду основной игре явилась ключом к созданию самой потрясающей, неповторимой и атмосферной телеигры на российском телевидении. Происходящее на экране завораживало зрителей всех возрастов, в том числе и детей. И несмотря на то, что каждый год по сезону выходило не более 12 игр, и что шли они обычно после 10 часов вечера, их смотрели даже самые маленькие зрители. Для меня, например, мало что понимающего в те времена в самих вопросах и стратегии командной игры. Главным было видеть вот этот самый игровой стол в облике рулетки, следить за тем, на какой из секторов укажет волчок, а потом в напряжении наблюдать, удастся ли знатокам ответить на вопрос или нет. Так или иначе, я всегда болел только за знатоков. А когда в зал выходил крупье на сектор Зеро, я понимал, что сейчас будет ну очень сложный вопрос, раз сам Ворошилов вышел, чтобы его задать. И смотрел на экран, не отрываясь. Из года в год на игровом столе, что где когда, повышались ставки. От 20 тысяч в 91-м до 3 миллионов в 95-м. Вызвано это было не меняющимися правилами в игре, а неудержимой инфляцией в стране, когда рубль дешевел буквально прямо на глазах. Но нам, ни черта не знающим, какой-то там инфляции, так и изменения были еще более в кайф. И воспринимались не иначе, как прогресс в передаче. Потому как повышение ставок, это ж всегда круто. Тем более чуть ли не в единственной программе на ТВ, изобилующей неподдельным казиношным шармом. Во второй половине 90-х, Ворошилов привносил в игру все больше и больше новых деталей. Знатоки играли каждый за себя. В игре появились фишки, которыми они делали ставки в начале каждого раунда. Золотая фишка, являющаяся главным призом в сезоне, которую невозможно было проиграть. Колода карт, которые крупье определял участников каждой игры. Рождественская серия игр, где знатоки играли в масках. Появление третьей команды интернета. Каждый год все это великолепно дополняло общее действие. И вносило небывалое разнообразие в игру, сохраняя при этом ее неповторимый стиль. Но, к сожалению, с уходом 90-х закончилась и история азартного Ворошиловского «Что, где, когда». В тот самый мартовский день 2001 года, когда из жизни ушел его честь господин Крупье. Он оставил после себя игру. Да только эта игра уже никогда не будет такой, как прежде. Но, несмотря на это, то самое интеллектуальное казино «Что, где, когда» несомненно останется незабываемой легендой тех самых 90-х. И тут, что называется, понеслась. Одна за другой на всех основных телеканалах страны стали появляться все новые и новые телеигры самых разных мастей. Многие из них являлись аналогами зарубежных телепроектов, компании-производители которых, получив наконец-таки возможность проникнуть на российский телерынок, незамедлительно продвигали свои многоизвестные шоу. И такие популярные в свое время у нас телепрограммы, как «Проще простого», «Счастливый случай», «Любовь с первого взгляда», «Пойми меня», «Угадай мелодию» на самом деле лишь вариации уже существующих на Западе передач, но тем не менее очень любимые нашими зрителями. Помимо этого, некоторые передачи, привозившиеся к нам из-за рубежа, не были облагодетельствованы русскими вариациями, но зато были полностью переведены и озвучены на русский язык, после чего пускались в эфир в своем истинном виде. Жемчужиной всех подобных программ на нашем ТВ безусловно являлось великолепное французское телешоу «Форт Боярд», именовавшееся в российском эфире как ключи от «Форта Боярд». Потрясающая по атмосфере телеигра, основной сутью которой является командная охота за сокровищами, проводившаяся в крепости постройки времен XIX века, расположенной у берегов Франции, которая, в свою очередь, наполнена множеством физических и интеллектуальных испытаний, колоритных и стилизованных персонажей, и украшена совершенно незабываемым саундтреком «Месье Кулака». Впервые программа вышла в эфир на родине в 1990 году. На российском же телевидении она транслировалась с 1992 года, еще на канале Останкино, а с 1994 на НТВ. Как и в случае со «Что, где, когда» тех лет, ежегодно в ней появлялись все новые элементы и персонажи, прекрасно стилизованные под общий концепт. И выпуски в те времена шли минимум по полтора часа, и мы смотрели их как привязанные. Да что там смотрели? Мы у себя дома столько раз устраивали этот форт Боярд. Раскидывали по всей хате ключи, писали и прятали подсказки, искали по компасу обрывки бумажек, разгадывали загадки старцев «Ура!», а потом находили тайник с кучей советских рублей и радовались как сумасшедшие, что покорили форт. Да, это было еще до того, как передачу «Урезали да нельзя» и завезли туда русских, на которых было противно смотреть. Однако, какой-никакой аналог форта Боярд на отечественном телевидении все-таки был, только просуществовал он совсем недолго и больше был ориентирован на рекламную лотерею, нежели на приключенческую игру. Речь идет о программе «Довгань Шоу», транслировавшейся на канале РТР во второй половине 90-х. Слово «Довгань» в названии программы подразумевает имя ее создателя, Владимира Довганя, одного из самых известных и влиятельных бизнесменов того времени. Раскрутив свой бренд по продаже алкогольных и пищевых продуктов, он решил заняться телевидением, где посредством обширной рекламной кампании вскоре открыл лотерею для покупателей своей продукции. Именно для проведения и подведения итогов этой лотереи он и запустил на РТР свое «Довгань Шоу». Казалось бы, а при чем здесь Форт Боярд? Вот именно, что ни при чем. Просто позарившись на огромную популярность этой программы в России, «Довгань» захотел разбавить свое шоу и добавил в него элемент испытания, которое в каждом выпуске параллельно проведению лотереи проходил один зритель-доброволец, участвовавший тем самым в этой лотереи тоже. И хоть по словам самого «Довганя», передача была полностью придумана им самим в паре с Игорем Юкименко, нам с вами она виделась не иначе, как упрощенным аналогом французского форта. Не правда ли? Так называемый лабиринт, в котором каждый игрок «Довгань Шоу» проходил набор из девяти подобных боярдовским испытаний, был, с одной стороны, немного дурацким, а с другой, просто находкой для передачи, потому что моментально приковывал к себе внимание зрителей, чуть ли не больше, чем сама лотерея. Собственно, благодаря ему передача и приглянулась большинству из нас. Суть ее была проста. В каждом испытании игрок должен был найти одну из девяти цифр, образующих номер выигрышного кода, который зрители могли найти в качестве товарного паспорта, накупленной ими продукцией «Довганя». И если игрок проходил все испытания и собирал полностью весь номер, то он, как и зритель, мог выиграть подвешенный в студии автомобиль. Да, именно подвешенный. Курминацией игры и прохождение лабиринта был пресловутый «Железный Феликс», здоровенных размеров сейф с кучей рычагов, комбинацией которому и служил тот самый код из девяти цифр. Если игрок мог его открыть, сию минуту получал спускающуюся с небес машину. Если же нет, удалялся под аплодисменты. В целом, передача была очень запоминающаяся и яркая. Но, как я уже сказал, просуществовала она совсем недолго, благодаря, в кавычках, российскому дефолту 98-го года, поставившему крест на ее производстве. Хотя на Украине, кое-кризис практически не коснулся, «Довгань-шоу» успешно выходило еще некоторое время. На моей памяти взломать «Железного Феликса» и выиграть машину «Шоу» удалось всего двум участникам. Причем оба из них одинаково не смогли пройти все испытания. И пропущенные цифры им удалось разгадать методом подбора. Забавно, что само понятие «Железный Феликс» нашему поколению стало известно как раз по передаче «Довгань-шоу» и подразумевало под собой не что иное, как эту непонятную громадину с ручками. И когда где-то заходила речь о настоящем «Железном Феликсе» Дзержинском, одни из нас думали, что он был участником «Довгань-шоу», а другие, что именно он и разработал этот «Железный Агрегат». Говоря о любимых телепередачах 90-х, конечно, нельзя не вспомнить и такую известную российскую компанию, как «Видео Интернейшнл», которая в те времена, помимо своей основной сферы купли-продажи телерекламы, занималась производством развлекательных передач, первыми и наиболее известными из которых были «Устами младенца», «Своя игра», «Сто к одному» и сам себе режиссер. К слову, все они, ну кроме разве что первой, тоже были аналогами зарубежных телепрограмм, но вот сам себе режиссер, это был, в принципе, первый на российском ТВ юмористический телепроект, построенный не на выступлениях юмористов или комиков, что и сделало его впоследствии всенародно любимым. Вы, возможно, возразите, типа, ну а как же неподражаемые маски-шоу, джентльмен-шоу или на худой конец каламбур? Да, безусловно, их тоже любили и смотрели не меньше, но это все-таки были скетч-программы, хоть и тоже в своем роде первые, а сам себе режиссер, по сути, построен на импровизации. В общем, проект впервые появился в 1992 году на наиболее развлекательном тогда канале «Дважды два». Из первого выпуска его бессмертным ведущим является Алексей Лысенков. Сейчас уже мало кто помнит, что в начале у передачи не было практически никаких декораций, кроме хромированной стены. Роскошной студией, забилующей домашним уютом, она обзавелась уже позже, когда переехала на канал РТР. Тогда же на видео начали выходить и первые видеосборнинги, состоящие из лучших роликов, показанных в эфире, многие из которых незабываемы по сей день. Клава, это я. Ты не поверишь, Клава. Опять симпозиум. Да. Все три дня. Все три дня симпози... 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 Нет, Клава... А почему он все время должен разворачиваться? Берем книжку Чернышевского, что делать? Ищем пятнадцатую страницу. А что делать? Я там червонь заначал. А, червонца нет. Что делать? Читаем книжку Чернышевского, что делать? Ну вот и смерть моя пришла. А в холодильнике хоть шаром покати. И угостить-то нечем. Ты яичницу будешь? Коля, иди домой. Ну вот, опять началось. Что я там в доме-то не видел? Придешь, надо в деньги играть, мультики смотреть, потом еще рисовать. А на улице так весело. Последние минуты каждого выпуска передачи «Сам себе режиссер» большинство из нас смотрели скапывающей изо рта слюной. Потому что в самом конце ведущий вручал авторам лучшего видеоролика главный приз – видеокамеру. Просто грандиозную по тем временам для каждой семьи роскошь. Из бытовых приборов дороже, наверное, был только персональный компьютер, о котором мечтали, я думаю, три четверти всех детей, а получали лишь единицы. Я о нем даже не мечтал, так как был абсолютно уверен, что мне он не светит. Вместо ПК я мечтал о видеомагнитофоне, то есть о возможности смотреть любимые фильмы и мультики сколько угодно раз и в любое удобное для себя время. Видал, Ксилок и хоть и был мечтой, но многим был доступен. А вот видеокамера – это была просто запредельная крутизна, обладание которой обычно безошибочно делило российские семьи на богатых и бедных. И именно поэтому я совершенно не понимал, на кое хрена не дарят победителям видеокамеру, если у победителя уже есть своя видеокамера, поскольку ею они и снимали победивший сюжет. Блин, полстраны у телевизора слюни глотают, а у этих мажоров уже по две штуки. Ну ладно, не будем о грустном. Помнится, еще в 90-х годах среди огромного многообразия развлекательных передач, появлявшихся на нашем ТВ, появилась также категория так называемых интерактивных программ. Программа, с иным замыслом которых была живая игра с телезрителями, которые могли позвонить в студию во время прямого эфира и как-то в ней поучаствовать. Обычно такие передачи шли всего по несколько минут, как например телеигра «Шпилька», выходившая на канале «Дважды два», интерактивного времени которой едва хватало на один-два звонка телезрителей. И вот из-за того, что эфирное время их было коротко, а периоды показы зачастую недолгими, большинство таких интерактивных проектов сейчас преданы забвению, и из нас их мало кто помнит. Но вот была среди них одна телепрограмма, которая появилась в самом-самом конце 97-го года на телеканале «РТР». И вот этот проект нам с вами безусловно запомнился. Ведь он был создан именно для нас, для детей. И мы с таким рвением еженедельно, а потом и ежедневно пытались туда дозвониться, чтобы хоть чуть-чуть поиграть с маленьким троллем по имени Кузя. Дозвониться в программу, которая своим названием так и призывала нас. Позвоните, Кузя. Интерактивная детская телеигра «Позвоните Кузя» была основана на приключениях сказочного персонажа, тролля Кузи, который путешествовал по различным видеоигровым локациям с целью спасти свою семью из плена коварной колдуньи Сциллы. По сути, это была компьютерная игра, управление которой осуществлялось нажатием дозвонившихся в студию зрителей кнопок на циферблате своего телефона, сродни управлению на джойстинге. Каждому из них предлагались на выбор несколько коротеньких уровней, за удачное прохождение которых игроку достаивался приза в виде диска с игрой для ПК, оваций ведущих и неизмеримого количества позитивных эмоций. Вообще, впервые эта телеигра появилась отнюдь не на российском телевидении, а на датском, и было это еще в 1990 году. Именно там была впервые использована технология преобразования телефонного сигнала в контролирующие управление персонажем. Проект был настолько успешный, что буквально за несколько лет Хьюго, а именно так звали в оригинале этого карапуза, разлетелся по телевидению более чем 20 стран всего мира в виде аналогов датской программы, и обзавелся в собственной серии компьютерных игр, выходившей на множестве игровых платформ. Спустя 7 лет Хьюго добрался до России, и получив здесь более близкое нам имя Кузя, впервые появился на наших телеэкранах в самый канун нового года, 31 декабря 1997. И начиная с того самого момента, каждые выходные мы как сумасшедшие бросались звонить со всей страны, мечтая пробиться в эфир и хоть чуть-чуть поиграть в эту чудесную игру, несмотря ни на что. Не на то, что далеко не у всех телефоны были кнопочные и работали в тоновом режиме, отчего требовала технология игры, не на своих протестующих родителей, не желающих оплачивать тарифы по межгороду. Нам было на все плевать, ибо на момент начала 98-го года, лишь единицы из нас могли похвастаться возможностью поиграть у себя дома в игры на ПК или Плейстейшн, качество графики, в которых могло посоперничать с графикой в игре про Кузю. Остальные же не видели ничего круче Сенгри Мега Драйв, и 3D-анимация, виденная на уровнях здесь, моментально и напрочь захватывала все наше воображение. Первое время программа «Позвоните Кузе» выходила в прямой эфир по утрам в выходные дни, и ее ведущими были Андрей Федоров и Инна Гомес. Самого Кузю озвучивал на русский язык известный ныне актер дубляжа Дмитрий Полонский, и многие из его игровых фраз тогда врезались нам в память и разошлись на цитаты. Ну что, помотоциклили потихонечку? Смех смехом? Обо мне булыжник проехал. Ой, говорила мне бабушка, будь внимательным! Не нужна нам даже ванная джакузи, когда есть программа «Позвоните Кузе!» Вообще, я убежден, что именно благодаря актерскому таланту Дмитрия Мироновича Кузя настолько удачно адаптировался под нашу русскую культуру, что моментально полюбился нашим зрителям, и никто из нас даже не подозревал о его иностранном происхождении. В августе 98-го программу несколько подсократили, и она стала выходить по будням в послеобеденное время всего на 12 минут до октября месяца. Тогда ее ввел уже один Андрей Федоров, и за весь эфир в студию едва успевали дозвониться один-два зрителя. Ну а последний сезон программы прошел с июня по август 1999-го года. На тот момент вышло уже немало игр про Кузю на персональном компьютере. Сами персоналки стали уже более доступны нашим обывателям, да и игры на них становились куда более масштабные и продвинутые. Возможно, именно по этой причине программу на РТР и закрыли. Но так или иначе, за те полтора года, что Кузя провел с нами, он очень породнился всем нам, и самолично вписал еще одну незабываемую главу в историю нашего детского телевидения. И вот тут мы наконец добрались до самого главного – детского телевидения. А кто вписал самую значимую главу в историю нашего детского телевидения? Вряд ли это были Черепашкини Индзя или Волд Дисней. Ведь что такое детское телевидение? Это не только мультики, не только фильмы, игры или сериалы. Детское телевидение – это телевидение детей. Это клюнтесенция всего вышеперечисленного. Но она не стоила бы ничего без способностей, создающих это самое телевидение, видеть так, как видят дети. Давать им сыграно то, что в первую очередь необходимо подрастающему поколению. То есть веселить, учить, радовать, увлекать, заботиться, играть. И делать это настолько интересно и профессионально, чтобы юный зритель даже не задумывался над тем, что он видит это на экране. У него бы просто складывалось полное впечатление, что человек, что-то рассказывающий ему с той стороны экрана, что он говорит это именно ему. Вот будто он с ним общается по-свойски, как близкий друг. И как близкий друг он один знал, что хочет видеть этот юнец. И вот это, это уже не просто профессионализм. Это дар божий. И в 90-х годах на нашем телевидении был человек, обладающий этим даром. Человек, который не просто общался с детьми через телесети и делал для них интересные программы. А единственный, не побоюсь этого слова, на всем российском телевидении автор, который абсолютно точно знал, что именно интересует юного зрителя и как ему надо это преподнести. И имя этого человека наверняка сейчас вспомнит любой, чье теледетство пришлось на ту противоречивую эпоху. Конечно, это Сергей Супонев. Сергей Супонев – это тот самый человек, который смог целиком построить детское телевидение в нашей стране в 90-е годы. Да, это не просто и не только создатели, ведущие многих детских телепрограмм, таких как «Зов джунглей», «Звездный час», «Царь горы», «Новая реальность» и многих других. И даже не только идейный и бесконечно талантливый творец детского телевидения в России, ставшего потом уникальным. Супонева без преувеличения можно назвать старшим братом для каждого из нас, я имею в виду детей того времени. Насколько было в принципе возможно быть таковым на расстоянии, он таким и был. Потому что он воспитывал нас, он развлекал нас, он учил нас, он создавал программы, которые делали наш день. И не просто программы, а настоящие мосты. Он строил мосты, по которым он практически ежедневно, из года в год, передавал нам в чистом виде потоки позитива. Никто и никогда на всем телевидении не смог и, наверное, не сможет сделать этого так, как делал он. Я думаю, что не только в нашем, но и во всем мировом телевидении таких людей больше нет. О том, насколько уникален был талант Сергея Супонева, снят уже не один фильм и написана не одна статья. Поэтому я вовсе не претендую на очередной анализ его личности или биографии. Все-таки в наше время недостатков информации, слава богу, нет. А то ли дело в те времена, когда все, что мы могли узнать о человеке, тем более работающем на телевидении, мы узнавали только из его собственных программ. А в программе, как обычно принято, автор мог выбрать любой по своему вкусу образ и вести себя согласно ему. Так вот, в случае с Супоневым, образ его на телеэкране на все 100% соответствовал ему в жизни. И про него, как ни про кого другого на нашем ТВ, можно сказать, что ты это действительно то, что ты делаешь. Поэтому я просто предлагаю еще раз вспомнить, что именно он для нас делал, и насколько это было интересно, как зеленым дошколятам, так и взрослеющим подросткам. Все началось с программы «Марафон-15» самого первого телепроекта молодого журналиста Сергея Супонева. Развлекательно-новостная программа, появившаяся на закате советской эпохи, еженедельно приковывала внимание детей и подростков всей нашей необъятной. Сергей и его добродушный напарник Жора Голостян за один час рассказывали зрителям обо всем подряд. О мотоциклах, о животных, о музыке, о том, как печь блины, о том, как отремонтировать колесо на велосипеде, о спорте, о любви, о жизни школьников в разных уголках страны, об экстриме, о кино. В общем, обо всем, что так или иначе интересует подрастающее поколение. Разноплановость охватываемой информации была колоссальной, и ощущение того, как Супонев мог подробно и интересно рассказать о таких разных вещах, подкупало моментально. А на самом-то деле, ему просто это все было не менее интересно самому. Через пару лет у программы появилось дополнительное ответвление, как сейчас принято говорить, спин-офф, марафон 15 малышам, которая также выходила еженедельно. Эта передача была больше ориентирована на ребят дошкольного возраста, и помимо интересных сюжетов, в ней частенько показывали мультипли. Информативно-развлекательной частью программы заведовал Галустиан, а Супонев в рамках ее воплощал в жизнь свой первый детский игровой проект, но только о нем чуть позже. Поскольку прежде Владислав Листьев, на тот момент генеральный продюсер телекомпании Вид, пригласил Сергея вести другую телеигру. Телеигру, которая стала для Супонева знаковой, и вывела его в суперзвезды отечественного телевидения, подарив нам всем незабываемый «Звездный час». Имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Вы уже слышали нашу музыку начальную и видели наш заставочный титр. И многие из вас, я уверен, уже догадались, что в эфире лучшая программа для детей и их родителей «Звездный час». И сегодня у нас в гостях... Изначально проект детской викторины «Звездный час» был разработан Владиславом Листьевым совместно с Александром Гольдбуртом. И к 93-му году на месте ведущих в нем уже успели попробоваться несколько человек. Последними были Елена Шмелева и Игорь Бушмелев. Нереально позитивная парочка, которая, несмотря на это, так и не сумела найти общего языка с участниками игры. Ведь участниками были как раз дети, вернее, подростки от 12 до 18 лет. И когда Листьев пригласил на роль ведущего этой игры Сергея Супонева, он просто попал в десятку. Ведь именно благодаря уникальной способности Сергея общаться с ребятами на равных, программа не просто ожила, а стала самым массовым детским телепроектом десятилетия. Ночь пройдет, и стану я на день в росте. Сказка придет и уйдет, и детство уйдет вместе с ней. Мы хотим, чтобы все на свете были счастливы, словно дети, как в сказке. Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь, сказку поверишь раз. Поверь, днем или ночью чудо оттроет верь. Звездный час выходил в эфир каждый понедельник в течение 9 лет, с 93 по 2002 годы. И без сомнения, это был самый известный и культовый телепроект Сергея, несмотря на то, что не он являлся его изначальным автором. Его первый авторский проект, Марафон 15, снискал огромную популярность среди подрастающей молодежи, а вот второй уже влюбил в него миллионы самых маленьких зрителей, в том числе и меня. И я говорю не о Марафоне 15 малыша, вернее, не совсем о нем. Ведь тогда же, в 93-м, в рамках этого утреннего субботнего детского блока, Супонью запустил в эфир свою первую спроектированную и срежиссированную им телеигру, в которой две команды из учащихся младших классов соревновались на ловкость и смекалку в некоем подобии динфих джунглей. Каждую неделю команды хищников и травоядных бросали друг другу вызов в увлекательной телеигре Зор джунглей! И вот это была телеигра мечта. Господи, как же я в детстве ее обожал. Причем, я лично узнал о ней впервые только в 95-м году, когда ее начали показывать в послеобеденное время по средам вместо субботнего утра. Поскольку каждое утро выходных я обычно встречал в деревне у бабушки. Где-то так около 11 часов. Помните еще эту замену строчке вступительной песни с утром в субботу спать неохота на вечером в среду после обеда? Ну вот именно в среду после обеда, а вернее после школы передачу и смотрела вся наша детвора. Это была необычайно увлекательная и энергичная игра, добавок с огромным азартом предаваемым ей Супоневым. Здесь его талант раскрывается как нигде. Я говорю конкретно о его работе и общении с детьми. Никакого доминирования и никакой строгости и как уже верно было подмечено кое-кем никакого отношения типа я ведущий ты участник или что еще хуже я взрослый ты ребенок. Он был для всех детей духовным ровесником и даже самые маленькие ребята всегда обращались к нему на ты. А что у тебя в руке? Что за сверточек такой? Это я привезла тебе подарок я очень люблю рисовать и как мне говорят рисую красиво вот это вот я хотела подарить тебе клоуна с собачкой. Вот благодаря такому простому отношению и набору незамысловатых веселых конкурсов вроде охоты за апельсинами или эстафеты на велосипедах непременно с азартными комментариями Супонева программа Зов Джунглей стала самой любимой среди детей младшего школьного возраста а даже когда эти дети потом вырастали и переходили в средние классы все равно продолжали смотреть ее я сам яркий тому пример кстати в те годы а это был уже конец 90-х Сергей Супонев занимал пост руководителя детского вещания на ОРТ и из-за немалого объема работы подыскивал себе замену на роль ведущего Розова Джунглей и тогда действительно в эфире появлялись новые кандидаты вроде Николая Охотника которые хоть и были не очень но справлялись однако своей работой сразу дали понять зрителям как много теряет программа из-за отсутствия Супонева он не мог найти себе замену просто по определению так как сам поднял планку ведущего на недостижимую высоту когда одного профессионализма было уже недостаточно в последние годы девяностых Супонев разработал множество детских телепроектов появлявшихся время от времени на нашем экране царь горы возможно все коап сто процентов всем бед один ответ мульт азбука еще немало других разумеется много из нас его хорошо помнят и по передаче дэнди новая реальность но о нем еще поговорим сегодня в начале 2000-х он приложил руку к грандиозному на нашем ТВ проекту последний герой и когда в эфир вышло 3-4 выпуска имя Сергея Супонева в финальных титрах программы вдруг оказалось в прямоугольной рамке 8 декабря 2001 года его не стало как и положено у великих людей по трагической случайности первое время те кто смотрел его программы о невосполнимости потери не задумывались ведь дети воспринимали его на экране как явление само собой разумеющееся мол не может быть чтобы на ТВ больше не было такого как он как оказалось больше не было и вот тогда задумались и вот тогда 90-е закончились субтитры Субтитры создавал DimaTorzok